В Самарском метрополитене не прекращается ежедневная дезинфекция подвижного состава. Перед выходом вагонов на линию сотрудники тщательно обрабатывают хлорсодержащими растворами все контактные поверхности. Используют препарат, одобренный Роспотребнадзором. В транспортном предприятии следят, чтобы всегда был запас необходимых средств для санитарной обработки вагонов. Резерв на 1-2 месяца вперед. По такому же принципу закупки ведутся остальными перевозчиками. Проводится влажная уборка, обрабатываются все поверхности, то есть это пол, это поручни, это сиденья пассажирские. Осуществляют эту работу каждый день и в таком режиме мы будем ее выполнять вплоть до особого распоряжения оперативного штаба. Пассажиры должны ехать в вагоне, который обработан, который безопасен, в котором нет дополнительных рисков, что там распространяется какая-то инфекция. Дезинфекция подвижного состава проводилась и ранее, до начала пандемии. С осложнением санитарно-эпидемиологической ситуации изменили пропорции в растворе для санобработки. Теперь дезинфицирующего средства добавляют на 50% больше. По графику есть составы, которые один раз в сутки заходят в депо, а есть составы, которые два раза в сутки заходят в депо. Естественно, при каждом заходе происходит уборка влажная и дезинфекция всего внутрисалонного оборудования. Исключительную чистоту в вагонах метро поддерживает Елена Трошина вместе с напарницей. За смену они успевают отмыть два состава. Делится самое неудобное и труднодоступное место для уборки вентиляционные коробы под потолком. Но и их не обходит стороной. К своей работе относятся с любовью и максимальной ответственностью. «Ответственность обязательно есть. Все-таки люди, чтобы никаких претензий не имели, чтобы и самим приятно было ездить. Ну, как бы, с серьезной ответственностью и с добро». Безопасность здоровья пассажиров обеспечивают не только внутри вагонов, но и на станциях метро. Для этого на каждой трудятся два сотрудника, которые выполняют дезинфекцию контактных поверхностей. Один из них занимается регулярной санобработкой, а второй – работник клининговой службы, моет пол, платформу. «Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции у нас была изменена периодичность обработки контактных зон, таких как ручки дверей, кассовые прилавки, АКП, аппараты по продаже жетонов. Значит, если раньше она составляла два раза в смену, то сейчас мы обрабатываем шесть раз в смену, то есть каждые два часа». Елена Борзова каждый день спускается в метро, чтобы добраться на работу. О масштабной работе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции отзывается положительно. «Дезинфекция всегда предотвращает, конечно же, распространение всяких заболеваний, микробов и так далее. Всегда приятно находиться в чистом вагоне». Скоро у мойщиков-уборщиков работы прибавятся. В конце прошлой недели «Электродепо» получило еще пять капитально отремонтированных в Санкт-Петербурге вагонов. В текущем году это последняя обновленная партия техники. Ежедневная мойка и дезинфекция общественного транспорта – это обязательная мера в условиях эпидемиологической обстановки, которая складывается в регионе. Осенью в метрополитене уже была генеральная уборка в подвижном составе. А следующая состоится весной, когда начнется городской месячник по благоустройству. Максим Магомедов, Василий Колдашов. События.